Так, ну что ж, сегодня мы поговорим про фотографию как хобби Я постараюсь вспомнить свои случаи жизни, как вообще я вспомнить свои случаи Как я всё это начинал, какие-то свои воспоминания, отношения, ощущения и всякое такое Вот, ну фотографией я начал заниматься, ну вообще достаточно давно, лет 6 назад Вот, и за это время я вдруг понял, что что-то как-то Хельмута Ньютона из меня не получилось, а очень хотелось Вот, но до фотографии я занимался видеоблогами, причём достаточно долгое время Но в какой-то момент стало понятно, что вся видеоблог-индустрия, она уже не может существовать только на одной харизме или на труде одного человека И все видеоблоги, они перешли уже в статус такой какой-то коллективного творчества, коллективной деятельности То есть, ну, в общем, такие начались ремесленники Сейчас надо стримить в бассейне, ну безусловно Вот, у меня тут бассейн дыма от куриной сигары Вот, и где-то в 2008, 2009, 2010 году стало понятно, что уже один человек как одна единица видеоблог не вытянет Тут нужен сценарист, тут нужен человек, который будет заниматься рекламой Вот, и все видеоблогеры, которые сейчас есть, у них у каждого есть продюсер Как ни странно И этот продюсер, он, в общем, направляет общее мнение партии в ту или иную, той или иной русло И, кстати говоря, за это платят деньги Соответственно, если найти, ну, сейчас я уже не знаю Но раньше можно было найти, что вот у этого продюсера вот такие-то видеоблогеры И каждый из этих блогеров по той или иной политической, например, повестке высказывает одну и ту же точку зрения Вот, ну, в общем, это, в общем, стало понятно, что один человек заниматься этим не может А быть на поводу у кого-то, ну, как-то не хотелось Вот, и мне, ну, мне дальше интересно было продолжать заниматься вот таким каким-то визуальным творчеством И я решил, что надо что-то попроще Что вроде бы как требует меньше вроде как усилий Но оно более понятное И я, кстати говоря, тогда ошибался Поскольку мне казалось, что сделать фотографию-то гораздо быстрее Она, ну, и воспринимается быстрее Сразу понятнее, что ты такое изобразил Вот, но если с видеоблогом ты все равно можешь написать сценарий, там, какие-то шутейки Озвучить, сделать монтаж и всякое такое То есть ты можешь делать это один как единица, то есть один человек И даже каких-то разных персонажей туда вставить, озвученных самим собой же Вот, то фотография все-таки более коллективный труд И в этом и заключается чудовищная проблема Причем, если с видеоблогами там у людей сразу, ну, как-то на место встает восприятие мира И понимание того, что ты придумывал себя в голове Это не обязательно замечательно, весело и будет интересно всем Опять же, в ходе написания сценария Когда твои же шутки Через неделю ты их даже не понимаешь вообще, о чем это была речь О чем тут речь шла Вот То люди, которые идут в фотографии, в основном, ну, даже не знаю По крайней мере, в такой тусовке творчества хобби То это вот люди, которые вообще никаким боком, ни с какими сценариями не были связаны И как, в принципе, не связаны Ну, как мне покажется В принципе, хоть сколько-нибудь нормальной работой Вот И вот у этих людей полностью отсутствует понимание того, что их незамечательные идеи Они... Ну, понимание того, что если этим нужно заниматься То нужно заниматься и заниматься в коллективе И нужно идти на какие-то адекватные уступки Обсуждать и делать Вот В основном все происходило так, что у меня есть какие-то идеи в голове Ну, там Это Я условно говорю про какую-нибудь там девушку, модель Все надо Надо срочно их реализовывать Неважно, что там, кто там говорит Или наоборот, там, когда Ну, ладно, сейчас мы выслушаем, что ты предлагаешь Подумаем Но потом я все равно буду настаивать на том, что у меня есть свои идеи И сначала надо сделать их Вот А фотограф Ну, это замечательно Фотографировать всякие цветочки, камешки Там Стрит-фотографии Всякое такое Но Поскольку ты Начинаешь конкурировать Немедленно И Хочешь ты того или не хочешь Но конкурировать ты будешь самыми лучшими Вот А в любом жанре фотографии уже самые лучшие Они давным-давно есть И там Начиная с 30-х годов Все жанры фотографии уже заняты И На любой жанр есть свои топовые фотографы Которые Там Половина из них давным-давно умерла В общем, свои Некие ориентиры К чему тебе нужно двигаться Но В любом случае Тебя всегда будут сравнивать Именно с самыми лучшими из лучших И Кстати говоря В этом тоже кроется большая загвоздка Потому что все фразы про то Что ты знаешь на какую-то Было говеную технику Сфотографировано Значит это шедевр Нет, не шедевр Вот Ну короче В плане вот Фотографии как творчество Все оказалось не так однозначно И Совсем не так просто Потому что Ты как человек Да, действительно То есть Сначала тебе это вроде бы как интересно Ты такой думаешь Ну, замечательно Я смогу нафотографировать Любую фигню И Ну Смогу сделать из этого шедевр Но вдруг оказывается Это не так просто И Чего попало Фотографировать не получается Потом вдруг оказывается Что Всякую разную красоту Чтобы сфотографировать Нужно приложить Просто Какое-то Немоверное Титаническое усилие Мало того Что технические Всевозможные воспрепятствия Которые тебя Поджидают на каждом шагу И так И получается Некоторые вещи Ты в принципе Не можешь сделать Там Какие-нибудь Красивые горы Сфотографировать Так тебе нужно В эти красивые горы Для начала отправиться Или там Какую-нибудь Красивую девушку Модель Сфотографировать Ее надо сначала На эту фотосессию Каким-то образом Уговорить И Целая-целая-целая Просто проблема Чтобы человек Делал то, что нужно А не то, что ему хочется И то, что ему кажется Что это Ну вот Если я разденусь И выйду на автостраду Безусловно Это конечно Это шедевр Кстати говоря Одна из таких моделей Сейчас сидит в тюрьме За торговлю наркотиками Хотя я этого человека Предупреждал Чтобы Ну то есть Там по разговору Уже было понятно Чем он там занимается И зачем он ездит В Европу И Я по-дружески Просто Попытался объяснить Заканчивай Тебя же Свои же сдадут Ну вот В итоге Человек на год Куда-то пропал А потом оказалось Его посадили За наркотики Надо было слушать Надо было слушать Вот И вот В начале Когда ты приходишь В фототусовку Ну типа Вроде как Прикольно Какие-то незнакомые люди Там Я не знаю Какие-то фотографы Какие-то люди Которых уважают Там Просто какая-то Массовка Тусовка Я помню Когда у меня был Canon 70D По-моему Да, это был Мой самый первый Фотоаппарат Ну После Никона Не Никона После Sony Next 7 Нет Sony Next 5 Но Sony Next 5 Это вообще не фотоаппарат А мыльницы Вот Ну вот у меня был Никон Блин Вот у меня был Canon Canon 70D И я ходил Значит по гуму И на всех Со своим Кеноном На всех Никонистов Смотрел Как на говно И значит Когда кто-нибудь Там что-нибудь Фотографирует Я так делал Лицом Господи Никон Вот Потом на меня Смотрели Лицами Я даже не знаю Меня бы разорвали В ту же секунду И даже Это Удосуживалось Постов Во всяких Фотографических Группах Мол какие Пошли фотографы Сволочи Вот такое вот Имея в руках Какой-то там Обоссанный Canon 70D Вот такое себе Позволяет Но было смешно Потом у меня был Никон Я точно так же Смотрел на Канонистов Как на говно Потом Fujifilm И я смотрел На тех И на других Специально Лицом Господи Зеркалка Да вы серьезно В общем Это было забавно Потом снова Canon Никон Вот Вот это Наверное Было самое веселое Это Ходить с фотоаппаратом И смотреть на других Людей с фотоаппаратами Как на говно Вот Да Это было весело Можно ли За 10к Купить камеру С зумом Чтобы всяких Животных Фоткать Ну можно Всякие там Никоновские Зум Фотоаппараты Там Кулпикс Их Серия Или типа того Типа Ну там И камера И зум Вот Что-то такое Наверное Можно на Авито Найти за 10 тысяч Вот А потом Вся вот эта Тусовка Где Ну Некие модели Фотографы И ты Ты сначала Никого Не знаешь Вот Самое главное Не проявлять Джентльменство И не Здороваться С девушками Поскольку Ваше лицо Мгновенно Просто Заполонит Герпес И прочие Какие-то болезни Что случилось В первый же раз Со мной То есть Потому что Модели Несмотря на Все свое Недавание Ведут крайне Какой-то Нехороший Образ жизни И спят Непонятно с кем То есть Девушек за руки Не трогайте Девушек вообще Не трогайте Никаким местом И ни в какое место Иначе Иначе Это Это просто кошмар Это простуда На все лицо У вас Появится Вот Это для меня Было удивлением Я Я такого Не ожидал То есть Мне казалось Ну тут надо Какой-то контакт Хотя бы Хоть Сколько-нибудь Более значимый Вот Ну и стало Понятно В какой-то момент Что все эти люди Собираясь Все равно делают Какую-то херню И какое-то говно Да там Ну например Тусовка в Москве Есть Ну прикольно Походить с такими Тусовками Только в том Что Ну Москва Как бы большая А фототочек В которых действительно Можно делать Какие-то более-менее кадры Их не так много И про них лучше знать И вот это единственный плюс Вот подобных мероприятий Что люди Знающие Там Ну более-менее Появляются Которые Собирают Тусовку Там В каком-то месте И вот это место И вот это место Надо бы запоминать Хотя Толку от этого Опять же Как я понял Никакого нет Там какая-нибудь Улица Или переулок Или Там какое-нибудь Здание В Москве Полу Какого-то Непонятного Назначения То есть там То ли какие-то Заводы Раньше были То ли что И вот ты можешь Какой-то Пройти Куда-то Потом Завернуть в дверь Потом подняться По лестнице Потом пройти Еще по какому-то Коридору И короче Вот Там какие-то Офисы Какая-то Непонятная Шляпа Шляпная Но Вот Есть пара Коридоров Которые То ли ничейные То ли как Они непонятно Какие Но там Вот типа Можно фотографироваться Ну Такие вещи Ты сам Гуляя по Москве Просто не обнаружишь Никак вообще Это надо знать Куда идти Что можно туда идти И вообще Где чего и как Ну это для меня Тоже было удивительно Потому что я не предполагал Что можно зайти В какой-то Вот этот вот Старый Типа Какой-то комплекс Который раньше Был каким-то Заводом Теперь там Наполовину Он закрыт Наполовину Разрушен Наполовину Он в офисах Что где-то там Что-то есть Еще какие-то Коридоры непонятные На которых можно Элементарно Фотографироваться То есть я до сих пор Не пойму Это то ли какие-то Фотозоны Которые Предполагаются Государством То ли это Ну короче Как люди вообще Такие места находят Для меня загадка Вот Ну и короче Вся вот эта Фототусовка В любом случае Делает какую-то Просто дичь И полную херню Да Там собираются люди Там модель Ну там Какая-нибудь тематика Там какой-нибудь Пинап Или еще что-нибудь Такое Вроде бы Внешняя оболочка Этого Вроде бы Хорошая Ну как бы Вроде как Все стараются Там я не знаю Грим Костюмы Там люди с техникой Пришли Но В результате В выхлопе Всего этого Ты видишь Что полная Какая-то чушь Получается Абсолютно У всех И это не Предполагает Создание Каких-то шедевров А-ля там Хельмута Ньютона Или там Какой-нибудь Синди Шерман Которая сама Себя фотографировала И вообще Не нуждалась Ни в каких фотосессиях Когда стрим Ты фильмы Не снимаешь Кстати Думал ты умер Блин С Марго Наверное Никогда стрим О чем мне к нему ходить Трата времени То есть Марго Это выгодно А мне нет Поэтому я к нему Не хожу Вот Ну фильмы Если бы я снимал То конечно Я бы снимал Порнографию С разными Прикольными Диалогами Типа Я пришел Прочистить Ваши трубы Но мы не вызывали Сантехника А я и не Сантехник Вот А это было бы смешно Да У меня была бы Самая смешная Порнуха В мире Вот Ну и вот И даже Те знакомства С моделями И со всяким таким Поскольку люди Которые туда ходят Это какие-то Очень странные Личности Там есть Целый Я не знаю Подконтингент Там 40-50 летних Дядек У которых Кризис среднего возраста Какие-то непонятные Модели Вообще Которые Зачем туда пришли Короче Все это Когда Ты больше В это вникаешь Один Черт Приводит К тому Что по итогу Все снимают Порнуху Там какую-то Непонятно Непонятно Куда И пытаются Короче Как-то заработать На этом Деньги И оказывается Что половина Этих моделей Тоже Из порнухи Причем Натурально Из порнухи Порнухи Ну и Короче Какая-то Полная Фигня Но Тут Вступает В силу То что Мы живем В рыночной Экономике И вот это Для хобби Так же важно А рыночная Экономика Она предполагает Что ты Со всего Будешь Зарабатывать Деньги И весь Твой труд Он в общем-то Это конечно Хорошо Творить Ради Творчества Но Все-таки Главным Цензом Является То Купят У тебя Это Или Не Купят Мне кажется По кайфу Ходят Туда Ну Тебе Так Кажется Вот А в условиях Рыночной Экономики С этого Даже Со стримов Маргинала Должно Быть Ну Мне Какие Плюсы От этого А если Нет Никаких Плюсов А зачем Мне на это Тратить Время Своё Собственное Вот так же С фотографией То есть Плюсов Никаких Нет И не очень Понятно Зачем Тратить Время Да Как хобби Ну Может быть Первый год Это Более-менее Интересно Но в какой-то Момент Ты там Я не знаю Приходишь На Какой-нибудь Иван Купала Вот Все вроде бы Фотограф Модели Тот Через полчаса Все куда-то Поразбрелись По каким-то Кустам И ты не можешь Понять Куда вообще Все делись А потом Оказывается Что на этом Иван Купала Половина Народа Снимала Каких-то Голых Баб Там В каких-то Непонятных Кустах И Такой Просто Фейспалм Ловишь Господи Ну Ну Что за Фигня Ёлки-палки Ну Что за Вот И На всякие Разные Фототусовки Я перестал Ходить Поскольку Это Ну Натуральная Трата Времени Которая Не Предполагает Никаких Никаких Плюсов Ну Тебе Как К Автору То есть Ты Ходя туда Не Растешь Как Личность А наоборот Деградируешь Общение С этими Людьми Оно Не Предполагает Тебя Что у тебя Случится Рост Как у Личности И Туда Половина Народа Ходит Это Даже Более-менее Какие-то Профессиональные Фотографы Чтобы Сделать Там Не знаю Один кадр Какого-то Красивого Лица Поскольку Им Для работы Постоян Нужно Обновляющееся Портфолио Что Вот Вот Фотографии Вот Я Молодец Вот Купите У меня Фотосессию Ну А тебе Вот Вот Ну Как-то Вот Со всеми Этими Фототусовками Вот У меня Такое Мнение Сложилось И оно К сожалению Ну Правильно Черт побери На все 100% Вот С другой стороны Мне не кажется Что кроме Москвы Подобные Мероприятия Есть где Быто Ни было Еще Ну Москва Она более-менее Большая И в ней Много Бездельников Людей У которых Есть время В рабочий День Там Собраться Для Фототусовки Вот Но В какой-то Но Сразу же Становится Понятно Что все Эти люди Бездельники Не имеют Работы И из-за этого Не имеют Какого-то Адекватного Мирового Восприятия И Все Общение С ними Все идеи Все что ты можешь Объяснить Оно Никаким боком Не приведет К тому Что Что ты Сам хочешь А Хочешь ты Ну Наверняка Респекта И уважения А респект И уважения В рыночной Экономике Это Это Продукт Который у тебя Так или иначе Купят Ну или хотя бы Там поставят Какие-то лаки Или типа того Вот Перестал я этим Заниматься Решил Пора Какие-то Свои проекты Открывать Пора Самому Искать Где-то Модели Там В каких-то Аналах Интернетов И Просто Звать Людей На фотосессию И делать Ну более-менее То что мне Хочется Сейчас Кстати говоря Половина Вот Еще и Благодаря Коронавирусу Половина Этих моделей Так же Ушла Как ни странно В порнографию Причем Я помню Даже посты В интернетах Которые про меня Постили Да как Ты посмел Меня уговаривать На ню Что я тебе Проститутка Какая-то Или типа того Ну сейчас Вот замечаешь Что все эти люди Почему-то ушли В какие-то Онлайн-трансляции Верчатов И всякое такое То есть Ну Ёлки-маталки Ну что это за Двуличная Какая-то херня Поскольку Творчество Оно предполагает Адекватность Адекватность Должна быть Во всем А если ты К одной и той же Точке зрения Относишься По-разному В зависимости От того Как ее тебе Преподнесли Это Просто Оторви И выкини С таким Человеком Ничего У тебя Толкового Не выйдет И самое главное В этом деле Это поиск Именно толковых Людей Вот с толковыми Людьми Будут Какие-то Более-менее Нормальные фотографии Более-менее Какой-то Нормальный Труд Нежели Чем С какими-то Непонятными Моделями Вот Ну например Толковым Люди Это какие-нибудь Там Исполнители Рок песен Какие-нибудь Там Рэперы Или Что-нибудь Такое То есть Вот таких Людей Фотографировать Одно Удовольствие Они И так Сами По себе Пиарятся Где-то Постоянно И Вот этот Материал Они Используют И Он То есть Ты Внедряешься Вот в эту Рыночную Экономику Своим Творчеством И Это Дает тебе Гораздо Больше Профита И Больше Мотивации И Ты Хотя бы Видишь Что твой Труд Он Он Ну От него Есть хоть Какая-то Польза Хоть какой-то Толк Вот Ну Что-то Рок музыкантов Всякое Такое Я тоже Не так Часто Фотографировал Всего Пару Раз Хотя Надо Было Бы Больше И Надо Бы Бы Именно Этому И Посвящать Своё Творчество И Если Кто-то Хочет Заняться Творчеством То В первую Очередь Идите К людям Успешным И Пытайтесь Фотографировать Их Нежели Чем Каких-то Я не знаю Ноунемов Из интернетов Которые Все равно Потом Скатятся В порнуху Вот Плюс Творчество Это Все равно Коллективный Труд Особенно Фотография И Там Действительно Очень Очень Важно Качество Человека Которого Ты зовешь К себе На автосессию И Ну Тут Сложно Сказать Насколько Влияет Качество Самого Фотографа Техники И Всякого Такого Но Конечный Продукт Он Все равно Это Все равно Продукт Дея Ну Продукт Продукт Как минимум Двух людей А еще Может быть Там Гример Еще Что-нибудь Такое А если Ты говоришь Например Я говорю О рок Музыканте То За этим Рок Музыкантом Еще Целая Группа То есть И вроде Как Вы Только Вдвоем Фотографируетесь А получается Что это Продукт Творчества И Рок Музыканта Всей Группы Не только Твой И его Но еще Нескольких Людей И Людей Которые Пиарят И Все Такого Такого То То Ты Делая Фотосессию С двумя Людьми На самом Деле Делаешь И С Целым С Той Машиной Которая За Этим Человеком Стоит Вот и получается что ты как бы даже я даже не знаю садишься не на два стула она целую кучу стульев одновременно вот это вот это очень хорошо вот ну и дальше поиски поиски техники объективов какая-то фирма лучше какой камеры лучше снимать какие лучше как лучше обрабатывать фотографию вот одно время меня это тоже поглотила но абсолютно абсолютная трата времени ни на что не годная вся эта обработка фотошопах поскольку она занимает твое время и ты вместо того чтобы учиться фотографировать общаться с людьми всяким таким сидишь в фотошопе и фотошопишь какую-то дурацкую фотографию там я не знаю двое суток которая потом все равно никому не понравится кроме самого тебя вот оказалось что вся техника абсолютно помоечная и производители фотоаппаратов это точно но фотоаппарат это также продукт капиталистического рынка а капиталистический рынок предполагает продажу своего продукта и продажи до продажи должны расти и убольшаться а для этого никто не заинтересован в том чтобы выпускать те же самые фотоаппараты которые бы действительно хорошо делали свою задачу то есть нужно каждый год выпускать по новой камере она должна быть лучше чем предыдущий но при этом лучше бы чтобы в ней ничего не менялось и она также говену фотографировала чтобы вы каждый год тратили деньги покупали покупали новую фототехнику и это также серьезная проблема поскольку очень сильно сковывает и не дает очень многие вещи сделать я например вижу полутона тонкий свет и я никаким образом не могу это все передать передать той техникой которая у меня в руках поскольку техника вообще не предполагает вот такие тонкие вещи которые мне на на самом деле интересны там какие-то лучи света или всякое такое фототехника крайне топорная и на нее можно фотографировать цветочки чтобы ну сразу понятно цветочка он красивый или там какие-то веточки палки какие-то портреты но никак не ощущение мира вокруг за счет каких-то тонких градаций света цвета вот этого всего фототехника к сожалению не умеет что-то более-менее близкое к тому что мне нужно это как ни странно у компании лейка но камеры компании лейка и объективы стоит просто каких-то космических денег и именно потому что они предполагают максимальное качество вот качество за него ты платишь там какая клейка монохром стоит 700 тысяч это чудовищно много это не то что ценник машины квартиры мотоцикла ну да это это просто безумие какое-то при этом еще тебе и нужны объективы а хорошие объективы также стоят много но хороших объективов много на самом деле не обязательно от компании лейка но все равно и хороший объектив стоит просто безумных каких-то денег вот ну хотя есть какие-то никоновские там но и с 135 к 2 и 8 мне она очень понравилась реально хорошая вот и получается так что вот для творчества ну какие-то нужны невероятные вложения и времени и терпения и общения и все это чтобы сделать портретик который потом непонятно куда ты его потом денешь этот свой портретик вот чтобы такое еще вспомнить вот но сейчас например лично мне хочется купить каноновский dream линз диафрагмы 095 поскольку он дает такую мутную такую непонятную картинку какую-нибудь камеру от лейки но ладно если dream линз я еще могу примерно купить там есть экземпляры тысяч за 150 и там надо загуглить по моему там одна партия была без просветления столь отругая с просветлением или что такое и без просветления еще стоит более-менее каких-то вменяемых денег но насколько может быть меняемая сумма 150 тысяч рублей только за объектив вот но техника от лейки стоит вообще безумных денег а старые фотоаппараты лейка не имеет смысла покупать они там у них все какие-то проблемные то у них там матрица отслаивается то еще не понятно что очень очень странно это все из каких-то интересных экземпляров того что у меня было это был средний формат лиф аптус 80 мегапиксельный датчик с размером матрицы 53 на 44 который чудовищно был глюч на мы там отдельно глючит задника отдельно камеры отдельно этот модуль куда вставляется карта памяти да там вообще просто туши свет можно было минут 40 стоять включать камеру включать отдельно задник отцеплять одно от другого чтобы это все перестало глючить вот ну и картинка была крайне какая-то специфическая было очень тяжело на него снимать хоть что-нибудь хотелось картинки ну в любом случае хочется картинку такую какую ты видишь как у фотографии там я не знаю какой-нибудь анны лейбовиц или 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 не могу никого вспомнить еще но в общем всяких разных людей которым ты все равно тянешься потому что в любом случае пытаться делать творчество таким каким ты вдруг решил оно должно быть это конечно замечательно но скорее всего никто это твоя творчество не оценит кроме тебя самого самому собственное творчество оценивать как-то не очень весело и достаточно уныло то есть ну на делаешь ты фотографии распечатаешь у себя на стеночке конечно здорово но гораздо лучше когда это принимает какой-то более денежный оборот когда например кто-то что-то у тебя купит вот это прям замечательно таким творчеством заниматься прям великолепно вот но поскольку ты как единица все равно находишься в рыночной экономике но при этом масса людей которые до сих пор страдают какими-то постсоветскими советскими идеалами из разряда фотоаппарат нужно чтобы творить или творчество нужно чтобы творить или там что угодно можно сфотографировать красивые прочей такой чушью то целая проблема ты один как человек действительно можешь идти фотографировать что угодно но когда ты захочешь сделать качественный продукт ты также упрешься в то что тебе нужна команда и ты один как творец скорее всего не вытянешь это все и не сможешь сделать картинку того качества который ты хочешь и тебе нужна какая-то команда хоть какая-то то есть ну хотя бы элементарно не знаю снять студию которую уже есть светом какие-то стены или типа того ты все равно получается получается что ты должен работать с массой людей поскольку вот эта студия это также объект творчества сделанный кем-то то есть ты ну я не знаю вот человек который будет заниматься этим один чего он один нафотографирует всяких разных цветочков и всякого такого но никакая лейка никакой канона никон тебя при этом не сделают своим амбассадором и не буду твои фотографии постить максимум то что можешь сделать это купить рекламу в каком-нибудь инстаграме чтобы твои фотографии увидела как можно больше людей но это как бы все равно это 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 не то я кстати такое тоже пробовал но оказалось что все равно несмотря на то что у меня и техника в какой-то момент появилась хорошая например хасельблат x1d это это конечно все здорово но в любом случае оно должно предполагать конвейерность производства и ты должен постоянно делать какие-то очень хорошие кадры не один там какой-то гениальный цветочек который никому не нужен а в любом случае создавать некое пространство в к который уже с которым будут считаться ну к примеру какие-нибудь дурацкие фотографии сделаны на полароид когда их вывешивают на стеночку то то вот эту чушь начинает рассматривать на полном серьезе и пытаться найти в этом хоть какой-то смысл и какие-то красивые кадры опять же человеку абсолютно все равно на что он смотрит и когда ты показываешь некую со некий созданный с критериями образ то поскольку человеку все равно он в любом случае начнет из этого выискивать какой-то смысл или или там типа того но это сложно вот и фотография как творчество но то есть как хобби вещь вроде как хорошая потому что много безумное количество оптики и самый старый и самый новый но как ни странно самый интересный из них все-таки старая оптика еще в те времена когда старались сделать хорошие объективы это примерно 70-80 годы когда как-то ну прям прям реально старались какие-нибудь каноновские полтинники с того времени причем не полтинники а 58 миллиметров 1.2 тех лет ну они поражают на мой взгляд даже до сих пор своим качеством продукции и вообще это то время когда многие фирмы в общем-то и прославились или какой-нибудь тот же каноновский dream lens 095 непонятно почему канон до сих пор не где не делает такую мутную оптику хотя она скорее больше относится к ломографической оптике ну на мой взгляд но тем не менее объектив на мой взгляд крайне интересен масса фотоаппаратов хотя в какой-то момент ты понимаешь что они все абсолютно одинаковые и поскольку они все сделаны с одинаковой целью и поэтому они такие одинаковые то есть это заработок денег и они каждый год почему-то стареет стареет и стареет и чтобы этого не было нужно покупать пленку но с пленкой тоже не все так просто хороший сканер который будет по-настоящему сканировать по нормальному также стоит больше миллиона рублей я даже не знаю где где например в москве можно отсканировать пленку чтобы там был какой-то хороший ателье или типа того но это все требует времени и пленка кстати говоря хорошие стоит также целую кучу денег ну и все это все равно трата 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 денег и не в какой-то момент ты думаешь что черт побери за все эти деньги можно было бы например какой-нибудь мотоцикл купить или там еще что-нибудь или самогонный аппарат что на мой взгляд гораздо более весомо и гнать какую-нибудь самогонку свою там настаивать или типа того что в условиях рыночной экономики это хотя бы востребовано алкоголь пить будут всегда вот а вот потреблять фотографию ну всегда наверное не будут одно время я даже изучал вот этот вот момент связанный с как он этот эффект называется с веерный эффект откуда он появляется и чем отличается например одно видео от другого которое собрало там я не знаю несколько миллионов просмотров от того которое не собрало причем в ютубах также можно покопаться и найти всякие разные ролики которые просто не не достойны никакого внимания но у них почему-то есть какие-то просмотры или например те же самые фотографии которые ты там в инстаграме или в группе вконтакте видишь что они там понасобирали целую кучу лайков хотя они при этом сделан там технически неправильно и всякое такое но все оказалось достаточно просто поскольку контент мало того что нужно видеть его надо воспринимать и он должен быть максимально прост простым и всякие разные дурацкие фотографии которые технически сделаны неверно но они простые для восприятия там какой-нибудь солнечный день или что-нибудь такое ты все равно глядя на эту дурацкую фотографию видишь и солнечный день и настроение и всякое такое чего зачастую можно не увидеть на технически правильном правильно сделанном снимке но технически с точки зрения человек который это фотографировал что там не было пересветов не было недосветов чтобы вся детализация была и стало понятно что человеку это не нужно человеку нужно воспринять образ а ему не важно технические особенности там если пересвет или если недосвет и наоборот ему как раз когда это имеется гораздо легче воспринимать картинку и очень тяжело заставить себе делать с точки зрения технического совершенства неправильные кадры которые будут легче восприниматься чем делать вроде как правильно выверенные фотографии которые никому не будут нужны всякие там я не знаю фотографии улиц там стрит фотографии там какие-то лица перекошены особенно на красной площади там лица русских граждан настолько суровые унылые и кривые в отличие от лиц каких-нибудь корейцев которые приехали на экскурсию которые все одинаковые желтенькие улыбаются вот корейцев фотографировать очень приятно так чатик если есть какие-то вопросы задавайте ну и от моего старого фотоаппарата остались какие-то фотографии вот которые можно попытаться рассмотреть а можно и не пытаться поскольку сейчас накоплены опыт знания и понимания вопроса в очередной раз предполагают изменения подходов к этому всему делу и я пока что еще не решил в принципе буду ли я этим продолжать заниматься то есть но хотелось бы еще буквально попробовать пару пару фотоаппаратов и объективов но и не более того поскольку сделать шедевры в том плане в котором я например хочу оказывается невозможным по очень большому по очень большой причине по большому набору причин это и невозможность найти адекватных людей которые бы этим занимались вместе с тобой невозможность в принципе найти адекватных людей но возможно я их ищу не там потому что искать их надо среди людей которые работают как ни странно надо фотографировать адекватных людей а человек который работает он уже по пределению адекватный у него например те же самые рок-музыканты блин что-то ни одна фотография не грузится ну да ладно вот ну а переходить на пленочную технику мне также не хочется потому что она предполагает не менее огромное количество проблем хотя и есть возможность все таки влиять на картинку которую тебя получится поскольку пленочная техника она гораздо более честная в отличие от цифровой где цифровой фотоаппарат за тебя что-то делает и при этом никто не рассказывает по каким критериям и что и как у него внутри происходит блин ничего не работает черт ну ладно 41 минуту я говорю если кому-то было интересно пишите что-нибудь жмите задавайте вопросы может быть я что-нибудь на это отвечу можно задавать вопросы там какой полтинник лучше канона леника вот или типа того или там какой-нибудь фотоаппарат какой купить fuji фильм или или там олимпус олимпус что-то кстати говоря переживает какие-то кризисные дни он полу закрыт полу распродан что-то нехорошее творится олимпусом хотя камеру олимпуса великолепные но все хорошо до того момента когда ты берешь этот олимпус в руки понимаешь что он ну такой хлипенький елки-палки хотя внутри у каждого олимпуса действительно гениальная электроника стоит которая более-менее старается лично я жду фотокамер с матрицы 6 на 6 и по крайней мере подобные матрицы появляются в астрофотоаппаратах матрицы 6 на 6 по моему с 39 мегапикселями уже вовсю есть и даже можно загуглить эти астрофотоаппараты но это матрицы хай-энда и поэтому там одна матрица наверное стоит больше там я не знаю 20000 баксов ну уж больше десятки это точно и вот но я по крайней мере жду увеличения матриц в фототехнике ну или хотя бы хотя бы того что в полном кадре появится наконец-таки 16 бит глубина цвета а не 14 10 лет подряд уже эти 14 бит цвета ну сколько можно появится какие-то новые форматы записи они raw файл поскольку raw файл это такой увеситый джипег и он не предполагает вообще никакого хранения информации адекватного цвета чтобы там не говорили про это ну и вообще какой-то фототехника которая все-таки была бы больше фототехники а не продуктом ну таким типа как айфон новый там 10s 11s или какой там эти айфоны поскольку фототехника за 10 лет на мой взгляд в плане качества картинки про практически не шагнула никуда вперед и можно абсолютно не боясь брать и там десятилетней давности какой-то nikon d3s или там тот же самый хасельблат несмотря на то что это не первая версия не вторая версия все равно в качество картинки будет абсолютно таким же каким и у самых современных там панасоников каких-нибудь а это точно стрим по тундре нет это не стрим по тундре вот так что пишите жмите а я попробую запустить стрим по тундре а да 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 Продолжение следует...